Всем привет садоводам, людям работающим на земле Конец мая 2018 года И в этом видео я вам расскажу, как я сделал на своем огороде У меня тут большой огород На своем огороде я сделал на 50 кустов смородины капельный полив Своими руками значит Сейчас ближе подойдем к бутылке и посмотрим Вот, это капает капля воды туда, под куст смородины Выходит она отсюда, я отверстие направил примерно сюда, на куст Значит, что получается В этом видео я вам расскажу немного об этой всей системе В тех местах, где трудно тянуть капельную ленту или неудобно там Вот, или нет возможности В общем, делается вот такой вот капельный полив Вот, наполнять эти бутылки не сложно Вот, купил вчера такой 50-метровый шланг Он протягивается до этих бутылок И со шланга наливается в каждую бутылку вода Вот, и получается очень удобно, не надо ничего тягать Вот, так вот оно капает Вот веточка старая смородины Это засохла, а новая выбилась Вот так вот оно тут и растет Вот, и тут тоже капает по чуть-чуть То есть это подземный капельный полив Вода поступает по капле Под землей, под куст смородины И в чем тут суть Полив происходит не заливанием А медленным капанием То есть эта бутылка выкапывает примерно Где-то за двое суток Пришел, полил, набрал в бутылки воды Через двое суток вся эта система выкопала Вот, и можно сделать перерыв пару дней Таким образом где-то в неделю поливать Один-два раза можно смородину При этом времени на это вы потратите Буквально 5 минут Ну, 5-10 минут набрать вот в эти бутылки воды Система эта полностью автоматизирована В каком плане? Когда земля сухая Когда земля сухая Вода капает туда Вода туда капает Как только земля наполняется влагой Вот, вода перестает капать Получается автоматизация Как только она опять начинает сохнуть Вода опять капает То есть вот такая система Просто эффективна Все работает надежно, стопроцентно И там вот у меня вдали есть бутылка Сейчас я вам покажу Как это все дело можно самому сделать Бутылки не выбрасывайте Пятилитровые Они вам пригодятся Вот, вся эта клумба у меня накрыта Агроволокном Получается Бурьян Бурьян не растет Вот Вода поступает Туда Под куст смородины Под агроволокном Такая влага Собирается Утром В 5 утра выходил Роса там на ней Короче Она дышит Полностью дышит И пропускает воду Дождь Вот И короче Вот это Эти 50 кустов смородины Освобождают меня на лето Полностью От работы И слежения За этими кустами Вот так вот Оно тут все у меня И капает По чуть-чуть Там где земля Очень сухая Быстрее капает Там где Земля Влажная Капает Медленнее Вот сейчас мы с вами Пройдем Вот Я тут поставил Подготовил Такой Это стульчик И вот этот куст Тут еще у меня осталось Три бутылки Ребята Больше пока что Бутылок нету Вот я в этот куст Сейчас вам покажу Как это все Надо делать Теперь я вам расскажу Как эта вся система Работает Как ее сделать Я набрал сюда Воды Бутылку Бутылка полностью Без отверстий А то там некоторые Многие делают И я тоже поначалу делал У меня не получалось Вот Поэтому Расхожу вам тут Все секреты Как это самому Можно сделать Бутылку Набираете Обычной Воды Бутылка Закрытая Пробкой Надежно Ну пробка Обычная Обычная пробка Без дырочек Вот Бутылки Вода Набрали воды Закрыли Вот я могу Перевернуть Вы видите Вода Не вытекает Ничего тут Полностью Закрытая Бутылка С водой Вот Потом Ставите Фломастером Например Метку Где этот Где-то я тут Ставил У меня Фломастер Это Стерся уже Короче Фломастером Ставите Метку Где вы Будете Делать Дырочку Потом Удобно Будет Знать Где у вас Отверстие Вот Берете Вот такие Вот гвозди Набор Гвоздей Значит Вам понадобятся Вам понадобятся Обычные Гвозди Разных Диаметров Вот Там Один Мужик Говорил Что Надо Обязательно Шилом Типа В интернете Протыкивать Ничего подобного Ребята Никаким Шилом Протыкивать Не надо Вот Обычные Гвозди Нормально Все это Делают Вот Поэтому Берется Гвоздь И Вставляете В Бутылочку Чуть Выше Чем Дно Вот так Вот Раз И сейчас Пойдет Водичка Оп Я проткнул Как воздушный Шарик И вытащил Пошла Водичка Вот вы видите Пошла Водичка О Но она пошла И перестала Сейчас она перестанет Вот сейчас увидите Оп Все Перестала Почему она Перестала Физика Там есть вакуум Который держит Эту воду И она туда Не выходит Вот Теперь берем Более Гвоздь Ну это Где-то Пятерка И делаем Еще Большую Я его Чуть-чуть Подточил Сейчас покажу Аккуратненько Дырочку Вот Если дырочка Там за усеницами Будет Ничего вообще Страшного В этом нет Физика Работает Сто процентов Хоть шило Хоть гвоздь Одинаково Физика Есть физика Вот Если есть отверстие Значит Вода оттуда Не вытекает Потому что Есть Там Вакуум О Так вот Она Побежит Побежит И перестанет Сейчас я Ближе вам покажу О Видите О Так вот Она побежала И перестала Поставила Опять Побежала Опять Перестала Вот Все Здесь Стоит Такой Маркер Фломастером Фломастер Закончился Нормальный В общем Фломастером Тут Рисуете Вот И Все Все Теперь Бутылка Полностью Сделана Вы уже Все сделали Теперь Ее надо Закопать В землю Под куст Вот Это Она Самая Эта Бутылка Начать Это Кстати Я Всем Привет Вот Она Вот Так Вот Она Не Кав Вот Так Вот Она У меня Не Капает Вот Сейчас Я ее Пока Тут Поставлю Пусть Поставит Вот И Копаем Теперь Ямку Возле Куста Смородины Это Это Любой Куст В Теплице Например Вот В Парнике На Огороде Хоть Дерево Маленькое Хоть Это Так Я Тут Около Корня Попал Помидоры Огурцы Перец Капуста Вот В Теплице Это Рассада Все Это Можно Таким Вот Образом Поливать И Не Заморачиваться С Этим Поливом Вот Целыми Днями Экономить Своё Время И Заниматься Другим Делом Сейчас Я вам Покажу Как Все Это Делается Значит На Какую Глубину Это Закапывать Закапывать Надо На Глубину Того Растения У Которого Корень Растет То есть На Той Глубине На Какое Растение Определенного Растет Корень На Такую Глубину И Закапываем Бутылку Вот У Смородины У Смородины Этот Корень Растет Примерно Там К примеру Тридцать Сантиметров Двадцать Да Но Может Дорастать И до Метра Поэтому Чтобы Сильно Тут Не Вкалывать Вот Метр Мы Копать Конечно Не Будем Поэтому Мы Закопаем Примерно Где-то Бутылочку На Двадцать Сантиметров Может Даже И на Пятнадцать Вот Так Вот Видите Под Агроволокном Земелька Какая У Меня Влажная Вот А если Копнуть Я Вам Потом Покажу Рядом Копну Вы Это Увидите Что Там Какая Там Земля Все Подготовили Участочек И Сейчас Будем Туда Вставлять Эту Бутылку Так Берем Эту Бутылку Вот Вот Она И Вставляем Вот Так Вот Туда Вставляю Ее Сейчас Я Вам Ближе Покажу Камеру Выключать Не буду Чтоб Вам Все Это Видно Было Короче Вставляем Вставляем Эту Бутылку Сюда Вставили Вот Я Сейчас Еще Раз Вам Покажу Как Я Вставляю Ее Вот Так Вот Она Вставляется И Сейчас Вода С нее Побежит Оп Вода Побежала С дырочки Все Вода Побежала Но Остановилась Дальше Она Не Бежит И Теперь Примерно Водичкой Дырочкой Отверстием Направляем Около Куста Смородины Около Корня Не Не Сам Корень В Корневище А Рядом Корень Будет Расти Тянуться Туда За Водичкой И Будет Хватать Влаги И Все И Засыпаем Теперь Эту Бутылку Земелькой Вот Таким Вот Образом Засыпаем Земелькой Эту Бутылку О И Она Должна Сейчас Закапать У Нас Должен Произойти Эффект Капельного Полива Вот Так Чуть Чуть Утрамбуем Земельку И Теперь Надо Ждать Пока Пойдет Первая Капля Наберет Наберитесь Ребята Терпения Это Сразу Может Блин Не Пойдет Ну Короче Через Пару Минут Надо Подождать В чем Тут Короче Это Смысл Сейчас Я Это Возьму Ближе Подойду Наберет По закону В земле Есть Также Кислород Воздух Вот И Таким Образом Пузырьки Воздуха Будут Это Туда Идти Вот Сейчас Она Там По чуть Чуть Намокает Намокает Вот И Должна Она Закапать Сейчас Надо Подождать Чуть Чуть Если Не Капает Можно Чуть Вот Так Вот Прижать Если Не Капает Это Говорит О том Что Это Там Значит Нет Соприкосновения Земли Земли С этим С Водой Все Сейчас Будем Ждать Оп Видели Первая Пошла Капля Вот Так Вот Вторая Третья Все Сейчас Я Ближе Вам Покажу Я Ребята Камеру Специально Не Выключал Чтобы Вы Поняли Что Это Все Короче Правда Так Вот Оно И Капает Теперь Подумайте На Глубине 15 Сантиметров Появляется Вода Под Кустом Смородины То Есть Сверху Сверху Оно Ничего Не Заливает А Это А Снизу Изнутри Оно Поливает Куст Смородины Получается Смородина Получает Влагу Под Землей И Любой Другой Куст Оно Постепенно Сейчас Наладится Настроится И будет Короче Работать Так Вот Можно Вот Потрясти Чуть Чуть Чтоб Там Земелька Соприкоснулась Все Работает Капает Одна Вторая Чем Макрей Одел Перчатки Снова Чем Чем Макрей Земля Тем Медленнее Капает Эта Система Автоматизирована Полива Вот Чем Суши Земля Тем Быстрее Капать Пузырьки Будут Ити Когда Там Будет Очень Влажно Капать Вообще Перестанет То Есть Под Разным Кустом Капает По Разному Где Мокрая Земля Оно Капает Медленно Где Сухая Земля Капает Быстро Так Вот Оно Все Работает Ну Короче Оно Такое Может Не Получаться Но Вы Все Делайте Как Я Вам Сказал И У Вас Все Получится Так Вот Оно Капает Вот Кусты Видите Нормальная Зелень Все Вот А Вот Рядом С Агроволокном Какая Земля Кончается Агроволокно О Тук Тук Войдите Бетон Бетон Там Под Агроволокном У меня Влажно О Влажно А тут Представьте себе Что тут может вырасти Сейчас температура 45 градусов Днем Ну Короче Туда даже И не И не Вкопаешь Как вот Может Смородина Вырасти Например На такой Земле Без Полива Никак Она Не Вырастет А тут У меня Под кустом Вот такая Вот земля Под Агроволокном Вот Совсем Разные Вещи И Капельный Полив Бурьян Не растет Сорняк Вода Поливается Вода Поливает Эту Всю Систему И Короче Конечный Результат Смородина На ветке Это Я Вот Посадил Буквально Где-то Месяц Назад И Уже У меня Смородина Зеленая Еще Правда Вот так Вот оно Работает Получается Тут у меня Участок 50 кустов Смородины А тут Значит Получается 20 метров На 7 метров Под капельным Профессиональным Поливом Все поливается Освобожденно Все лето От полива Вот Такие Два Участка У меня Тут Еще Дальше Огород Целый Поле Работы Там У меня Все Подряд Растет Вот Так Вот Оно И Работает Посмотрите Мои видео У меня Там Я рассказываю Как я полностью Застилал Агроволокном Вот этот Участок Смородины И еще Также Есть видео Про профессиональный Капельный Полив Как его Подключать И настраивать Эту всю Систему Там есть Много Нюансов Вот Кому Понравилось Мое Видео Ставьте Лайк Пишите Комментарии Задавайте Вопросы Отвечу Всем отвечаю Значит Ну и тут У меня Вон Бутылки Позаканчивались Осталось Только Две Бутылки Вот Кому Понравилось Мое Видео Вот Можете Так сказать Отблагодарить Меня По 50 Рублей На этот Я там Оставлю Счет Пайпал Или Вебмани Вот Короче На бутылки Ребята Не хватает На бутылки Кому Понравилось Видео Вот Можете Таким образом Мне Помочь Так вот Оно Все капает И все Замечательно Работает По капле Значит Норма Расхода Какая Получается 5 литров Расход За Двое Суток Этого Вполне Достаточно Чтоб Кусты Были Это Кусты Поливались Нормально Вот Два дня Перекур Можно Сделать И потом Опять Поливать Все Всем привет Обязательно Подпишитесь На мой канал Буду Добавлять Интересные ролики Про сад Огород Вот И про Дальнейший Этот Огород Вот этот Который У меня Там Вдали Может Еще Что Нибудь Интересного Придумаю